14-летнюю Веронику Власову, которую российские оккупанты насильно без согласия родных вывезли в Липецк, смогли вернуть только после того, как ее мама выступила на заседании Совета Безопасности ООН. Я не знаю, кто как влиял. На следующий день мы получили сигнал, что Российская Федерация готова без всяких условий вернуть девочку домой. Россияне, согласно Третьей Женевской Конвенции, вообще не могут брать в плен гражданских заложников. Но они это делают. Украине помогают возвращать похищенных Россией детей партнеры в Международной коалиции по возвращению незаконно депортированных Россией маленьких украинцев уже 35 стран. Основным был вопрос это найти международных партнеров. Те страны, которые станут главными, которые будут помогать нам в реализации нашей работы. Первая страна, которая согласилась стать публичным посредником, и сейчас она показывает результаты в своей работе, и является коммуникатором между Украиной и Российской Федерацией, это Катар. Последние четыре группы украинских детей, которых мы вернули. Информация о по меньшей мере 285 похищенных украинских детях оказались во Всероссийском банке данных сирот. Журналисты изданий «Верстка» и «Важные истории» смогли подтвердить личность каждого ребенка и даже поговорили с некоторыми из них. На днях стало известно, что журналистам «Файнэншил Таймс» удалось установить личности еще четырех детей в возрасте от 8 до 15 лет. Их российские оккупанты вывезли из украинских приютов. Трое находятся в Оренбургской и Тульской областях, четвертый в аннексированном России и Крыму. Федерации несовершеннолетних украинцев хотят отдать в новые семьи. Их добавили в список на сайте для усыновления. При этом изменили персональные данные. Преступление со стороны Российской Федерации состоит в том, что вместо того, чтобы предлагать и возвращать, и максимально содействовать возвращению детей в Украину, Российская Федерация пытается изображать из себя страну-спасительницу, которая оказывает какую-то социальную и другую помощь при, скажем так, сопровождении этих детей и при обращении их в российскую идентичность. Чтобы усложнить поиск, идентификацию и возвращение украинских детей, российские чиновники меняют им имена и документы. В Главном управлении разведки Минобороны Украины создали информационный портал, который содержит данные о похитителях маленьких украинцев. В списке больше 200 российских и белорусских чиновников. Раздел портала содержит небольшое досье на каждого идентифицированного на сегодня участника похищения детей. Ссылки на материалы из новостей, информацию о наличии санкций в отношении таких лиц. Также там размещены скан копий документов, подтверждающих депортацию детей. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Телеграм. Помочь возвращению украинских детей можете и вы через информационную кампанию «Знаешь, скажи». Если вы живете на временно оккупированных России территориях Украины в России или в Беларуси и знаете, что у ваших соседей, знакомых или в социальном учреждении живет ребенок, похищенный в Украине, сообщите нам об этом. Передать информацию можно через телеграм-канал «Я тут». QR-код и логин вы видите на экране. Или можно заполнить электронную форму по ссылке uatv.ua.save.ua.children. Мы гарантируем вашу анонимность.